добрый день еще раз представлю значит меня зовут кавердяф александр владимирович здесь я работаю уже восемнадцатый год два высших образования в том числе и по дереву инженер лесного хозяйства за это время я уже проехал более 75 фабрик европейских российских китайских турецких кроме америки практически везде на фабриках самих я побывал пойдемте тогда дальше про паркетную доску сейчас мы коснемся такого продукта как паркетная доска что такое паркетная доска это многослойная конструкция состоящая из нескольких слоев ценная порода древесины и сопутствующие породы в основном либо хвойные сейчас добавляются также лиственной уже породой потому что сырья в мире мало стало вот верхний шпон в основном 2 3 4 5 6 миллиметров толщиной зависимости от производителя разные идет в основном большей частью применяются дубовые шпоны дубы также присутствует ясень вишня груша акация бук лен то есть разных производителей разные паркеты они исполняются виде паркетных досок они могут быть разных размеров размеры могут быть длины 2 20 2 40 2 60 метр метр двадцать то есть зависимости от производителя длина разная то же самое разная ширина у кого-то широкие пласти под 200 миллиметров у кого-то 130 миллиметров 120 110 то есть это просто разница зависимости от разных производств от разных дизайнов то есть под свой проект какой-то ли под свою возможность то есть возможно взять любой размер то есть если вам нужно гигантские доски можно гигантские если нужно маленькое помещение небольшими досками сделать можно небольшими досками сделать Основное преимущество, то есть здесь сбалансировано все вместе. Почему? То есть она более устойчива к температурам, к влажности, нежели какие-то цельные куски древесины. Потому что здесь они уже все спрессованы, склеены, то есть вы спокойно укладываете, эксплуатируете. Реставрируемая доска, то есть так как здесь натуральный материал применен, можно его отреставрировать, можно перешлифовать, заново сделать новую матировку, новый цвет можно сделать. Потому что шпон древесины позволяет это все сделать. У разных производителей есть разные системы замков. То есть они сейчас практически все на замках, если мы касаемся на паркетных досках, то есть они защелкиваются вот в эту часть и держат друг друга дополнительно. То есть можно не обязательно приклеивать, можно укладывать на подложки. То есть тогда, когда вы рассчитываете, допустим, квартира какая-то лет 5-6, а потом человек переехал, можно не обязательно проклеивать, не удорожать стоимость укладки. Можно просто положить на подложку, на пробковую, либо на какую-то спиненную, либо для теплых полов. И спокойно можно уложить. То есть укладывается методом либо приклеивания, либо на подложку. Использовать можно как под теплые полы, но при условии того, что вы влажность также поддерживаете Покрытие паркетных досок отличается Есть масляные полы, есть лаковые полы, есть полы с разными текстурами Брашированная, либо обожженная древесина Это зависит от производства, от марки В принципе, можно выбрать разные модели Нужно какую-то доску с патиной, можно доску с патиной То есть, если нужно больше, чтобы она блестела, можно, чтобы больше блестела То есть, это производитель, допустим, лака больше добавил Если нужно какую-то доску сделать именно под вас Сейчас многих производителей можно сделать именно доску под вас То есть, она делается того размера, который вы хотите Того покрытия, которое вы хотите Это индивидуальный заказ уже будет, да То есть, ну, большинство-то, у нас здесь более 1800 наименований Можно, в принципе, подобрать практически все на любой вкус Вот Отличие идет от масляных полов, от лаковых полов Чем отличается? Масло более тактильно ощущаемое То есть, вы ходите прям по дереву То есть, оно прям шершавое Если мы говорим о лаковых полах, оно закрыто То есть, вы ходите уже здесь по пленке Многие говорят, что лак больше устойчив, масло меньше устойчиво Они, в принципе, практически одинаково устойчивы Разница только в зрительном То есть, ощущение, кому нужно более яркий Значит, это лак Потому что он просто больше, ярче Смотрится по-другому Всегда блестит То есть, кому нужно такое матовое покрытие Это масляные полы Но за масляными полами все равно чуть больше нужен уход То есть, хотя бы раз в 5 лет Их нужно будет натирать специальными средствами Чтобы пропитать опять древесину И восполнить вот эти поры Сосуды изначально, которые пропитаны Вы все равно потихоньку вымоете водой Опять заново пропитать Как вы относитесь к этим средствам, которые добавляются в воду, когда мыть? Нужно профессиональными, конечно, средствами Профессиональные пользования Но они вообще помогают или так? Если профессиональные концентраты, которые раз в 3 месяца Тогда, да, они нормальные А все остальное, это просто дурь Продается просто вода с мылом и с вкусным запахом за 1000 рублей Больше там ничего нет Там процент восковых веществ от 2 до 5% и все То есть, если какие-то концентраты профессиональные брать Они там в районе 3000 рублей стоят Но там 98% всех нужных веществ И вы всего 2-3 колпачка на воду разбавляете И раз в 3 месяца ухаживаете И все, тогда вопрос снят А если просто средствами по уходу Где просто растворитель, мыло, вода, шампунь То есть, вот сколько я был на химических концернах То есть, они на этом зарабатывают Потому что продавать клиенту красивую банку На которой написано средство по уходу Им очень выгодно Потому что там процентов 60-70 воды А остальное все добавляется Растворитель, приятный запах, мыльный раствор И больше там особо ничего нет Ну, это я утрирую, конечно, но примерно так Вот Есть профессиональные средства Профессиональная косметика Она, конечно, дороже стоит Но она выполняет те функции, которые нужны То есть, очистить загрязнение, сильную грязь Да, либо в неразбавленном виде, либо в разбавленном виде Да Вот Значит, если мы говорим Сейчас я достану просто Сейчас в обиход вышло такое слово, как Инженерная доска И многие сравнивают Что такое паркетная доска Что такое инженерная доска Но если я вот так вот покажу Просто в разрезе Вы практически никто ничего не заметит То есть, тот же самый шпон Какое-то среднее основание Почему ее называют стали инженерной доской Она в основном не содержит замковой части То есть, у нее нет замка Так каковой Хотя многие сейчас инженерные доски И сейчас замком выпускаются То есть, практически нет отличия Если мы Ну вот, настоящая инженерная доска Миша, принеси, пожалуйста, со склада Дуб-дуб-дуб там где По цене они сейчас все примерно сравнялись В районе от 3,5 до 6,5 тысяч рублей Стоимость за квадратный метр Вот Отличие какое? В основном, если мы говорим О хороших паркетных досках С большим толстым слоем шпона Который можно отреставрировать То есть, вот здесь в данном случае Можно сразу увидеть вот толщину Сейчас я их вместе поставлю То есть, вот У одного производителя толщина 2 мм У другого 4 мм Вы видите По стоимости они могут быть одинаковые По стоимости Отличия только у производителя То есть, кто сколько накрутил Вот это инженерная Вот это инженерная А сейчас принесут То есть, инженерная доска Да, это когда Мы говорим Дуб-дуб-дуб То есть, одна и та же порода дерева Только перпендикулярно распилена Проклеена А это по елочке эти, да? Нет Когда в конструкции просто целиком Вот В Европе инженеринг-флоринг То есть, инженерная доска Это вот когда Три слоя одного дерева склеены Это инженерная доска Сейчас принесем, покажем У нас, чтобы удешевить такую конструкцию, стали применять либо фанеру в основании, либо многослойные какие-то доски. Сейчас я поставлю, достану. У инженерной доски лучше качество, да? У инженерной доски как бы вроде бы должно быть лучше качество, да. То есть вот стали применять как? Вот инженерная доска, слой шпона, фанера. Такая доска тоже называется инженерная доска. Это тоже называется инженерная доска. И это, можно сказать, тоже самая инженерная доска. Так вот, это просто начался маркетинг, задурман начался. А у паркета что, не три слоя? Вот у паркета так же. То есть это одно и то же получается? Можно сказать, да, одно и то же. Я вам сейчас принесу настоящую инженерную доску. То есть настоящая инженерная доска, она стоит от 10-12 тысяч рублей за квадратный метр, как массивная доска. То есть отличие будет только... То есть вот массивная доска, целиком массив дерева. Я тоже думала инженерная, это и есть массив, нет? Да, это и есть массив, только он устойчив к перепадам, еще чему-то. То есть если мы говорим массивная доска, вот она цельная массивная доска. Допустим 20 миллиметров, 19 миллиметров, да. Это массивная доска. То есть она бывает сразу готовая, покрытая, либо маслом, либо лаком покрытая. Но это вот целиком массивная доска. Это, короче, вы иранщите в досок, она прямо на другую? Слушайте, она такая непрямая, она на пол-то ляжет прямо? Да, конечно, прямо. Ее же приклеить, надо прокрутить. Все, да, все ляжет прямо. Это инженерная доска, которая пока не может. То есть можно купить паркетную доску и говорить, что у меня инженерная, да? Можно так, да. Можно так. Что, массив такая? Да, можно массив говорить. Не, мы все, кстати, видно. Сейчас я достану, где тут. С этой стороны у нас тоже будет. То есть вот инженерная доска. Похоже. Это как паркетка. Да, то есть вот сверху дуб, снизу дуб, средняя часть дуб. То есть это инженерная доска. Но это более дешевая версия. Потому что здесь всякие кусочки, еще что-то, да, сделано. То есть если мы говорим о настоящей инженерной доске, это вот тот же самый будет массив, только все три слоя цельные и просто разрезанные перпендикулярно и склеены между собой. Сейчас вынесем, покажем образец. А все остальное начали называть инженерной доской, что якобы это будет более устойчивая конструкция к влажности, к перепадам температур, к твердости, к прочности. Но, да, за счет вот этих слоев. Но на самом деле, если мы говорим, что здесь какое-то количество шпона, здесь какое-то количество шпона, здесь какое-то количество. То есть разница между ними, на самом деле, никакой нет. Разница только идет какая. То есть если мы хотим хорошую себе доску взять, заказчикам себе доску, то мы смотрим на лицевой слой. Он должен быть не меньше 3 мм. Все, что меньше 3 мм, это будет стоять 3-4 года и все. Потом просто все растрескается, лопнет и оторвется. Если мы возьмем какую-то доску с сучками, они все выпадут, потому что у нас сухой климат, никто за влажностью следить не будет. Поэтому если мы возьмем такую доску с тонким очень шпоном, то она долго не прослужит. Максимально до 10 лет срока службы. Если мы возьмем доску с большим количеством шпона, она рассчитана 20-30 лет пролежать. Почему? Потому что от толщины шпона будет зависеть ее качество эксплуатации. А средние и нижние слои, они, понятно, как балансеры. То есть, если мы возьмем хорошую доску, сейчас я принесу австрийскую, вы увидите отличие. То есть, если мы говорим о хорошей инженерной доске, вот это все выполнено из одного материала, плюс она армированная, допустим, металлом здесь для скрепления все. И все слои сделаны из одного материала, дуб-дуб-дуб. Но они все проклеены, все сделано. Подождите, а вот в этой вот, там же тоже так же получается? Там целиком. Это слоев нет? Тут слоев нет. То есть, это тоже массив и это массив. Только этот склеенный, да, три слоя, да. И на этот практически ничего не влияет. То есть, ее можно в офисах, бытовых магазинах. Она стоит от 10 тысяч рублей за квадратный метр. То есть, это, да, очень надежно. То есть, человек попросил ему сделать образец в виде эконом-варианта и в виде премиального варианта. То есть, сверху мы с вами ничего не видим, да, отличия никакого. И это, это хорошо. Но внутри, если мы посмотрим, то здесь шпон на фонере. И он вам прослужит меньше времени. А здесь целиком массив. Если даже этот выйдет из строя, верхний слой, мы можем его перереставрировать и сделать дальше, да. Потому что у нас есть возможность его реставрировать. А здесь уже реставрации нет. То есть, вот бывает так, что... То есть, вот это идеальная инженерная доска. Это идеальная инженерная доска. А это все от лукавого, да. От лукавого? А это... А это продажный. Нет, это хорошая доска. Если мы применяем хорошие материалы... Это ничем всегда не отличается просто... От паркетной доски практически ничем не отличается. Тот же количество шпона с какой-то подосновой, да. Многие в Европе называют доски многослойные конструкции, двуслойные, трехслойные. Но они все называют их как бы конструкцией, как конструктив. А инженерные доски, это именно инженерные доски, они когда из одного вида материала сделаны, да. А паркетные они из одного вида материала? А паркетная доска вот. То есть, вот если, допустим, мы возьмем австрийская паркетная доска, она чем отличается качеством? Тем, что здесь идет пихтовый шпон, высушенный, средняя часть хвойной породы, пихта, елка, сосна. Сверху дуб с большим количеством шпона. Плюс обработанный фаски воском, замок очень мощный. Это вот, да, хорошая паркетная доска, за которую там сейчас стоит она от 6 до 8 тысяч рублей. Не жалко отдать деньги. Потому что... Это российская? Потому что... Нет, это все в Австрии производится, да. Там же хвои очень много. Дубы у них тоже... А это наш вариант, да? Это наши варианты, да. Панерой. Наши варианты, да. Понятно. Наши варианты могут как написано быть? Германия, Голландия, Англия. Это название у нашего варианта инженерная доска или паркетная? Наши все... Это как мы рассказываем вам. Наши все называют инженерной доской, да. Ну, я никогда как бы при продажах это не называю инженерной доской. Я всегда называю многослойной конструкцией. То есть человеку поясняю, что когда человек приходит, говорит, мне надо инженерную доску. Я говорю, ту, которая 12 тысяч, говорит, нет, 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 подождите. Да, от трех, пожалуйста, да. Да, от трех, да. Инженерная... От трех у нас есть. Да, от трех тоже есть, да. То есть вот... Значит, все они отличаются. Ну, на 15 лет ее хватит. Хватит? Ну, вот, больше, зачем? Хватит. Нет, ну, кто приходит, кому-то надо и на 20, на 30 лет, да. Кому-то надо там на 3-4 года, да. Тому и на 50. Тому и на 50 хватит, да. То есть вопрос в том, что, если мы говорим о... Это же экономат от эксплуатации, зависит от службы. Да, но вопрос в том, что вот сколько я занимаюсь еще, кроме этого, реставрацией, вот, реставрирую полы, да, я хожу каждые выходные там или... А, вы сами реставрируете? Да, мы, ну, то есть компания занимается реставрацией. Сейчас я покажу. Что с ней происходит? То есть вот она, допустим, берет, лопается, да, от сухости воздуха. А-а-а. Вот это вот лопается, такая вот? Любой шпон. Шпон, да. Вот он лопается. И что с ним можно сделать? То есть вот, допустим, это же доска восстановленная. А-а-а. Красиво, это дизайн, еще что-то. На самом деле просто сырья нет у производителей. И сейчас сырье очень дорогое, и поэтому у всех, большинства, все пошло с сучками, да. То есть раньше такая доска, как бы она бы не приветствовалась. Но вот она здесь на образце красива. Но когда вы положите ее в эксплуатационный свой, и начнет сухость, вот она сейчас здесь уже ореольчик дала. Она просто треснет. Вот эта шпаклевка, она треснет. Поэтому обращайте внимание при выборе паркетной доски, инженерной доски, многослойной доски, на количество шпона и на сортировку. То есть сортировка рустик лучше не покупать. На сегодняшний момент сорт рустик, это все отходы, которые остаются от самых высших сортов. Они просто применяются. Этот весь рустик, ну вот он пролежит года 2-3. Вы потом его просто выкинете. Можете затратить там на него с работами, с материалами до 4 тысяч рублей. Но он пролежит до 5 лет максимум, и все. И вы потом просто будете мучиться, клиент будет мучиться. То есть это вот сортность, то есть да, сортность древесины. Сейчас я покажу.